Имя этого человека неразрывно связано с историей нашего города. В нее Иван Данилович Чердиховский внес одну из самых ярких и памятных страниц. Он из плеяды полководцев, которые обеспечили полное освобождение Воронежского края от немецко-фашистских захватчиков. Его имя заслуженно носит одна из улиц столицы Черноземья и привокзальная площадь, на которой установлен памятник генералу полный рост. Но у этого памятника особая судьба, как и у его героя. С большим волнением я вам представляю генерала Ивана Даниловича Чердиховского. Сюда он пришел командующим 18-м танковым корпусом. Сменил генерала Антонюка и стал командующим 60-й армией. Полное освобождение Воронежа именно произвел генерал Черняховский. Послужной список Черняховского был открыт в 1924 году, когда он вступил добровольцем в Красную армию. Был курсантом Одесского пехотного училища. В 1925-м перевелся в Киевскую артиллерийскую школу и закончил ее в 1928 году. С этого же года Иван командир взвода, затем командир батареи. С 1932-го слушатель военной академии механизации и моторизации РККК, который окончил с отличием в 1936 году. Великую Отечественную встретил в должности командира 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтики. Дивизия под командованием Черняховского участвовала в оборонительных боях Юго-Западнее Щавляя, на Западной Двине, под Новгородом. В июне-июле 1942-го Черняховский командует танковым корпусом на Воронежском фронте. С июля 1942-го до апреля 1944-го года Иван Данилович, командующий 60-й армией, которая приняла активное участие в Воронежско-Касторнинской операции, Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр, Киевской, Ждомирской, Бердичевской, Ровно-Лулской и других операциях. Но звезда его как полководца взошла именно на Воронежской земле. В 35 лет командующий армией, освобождивший город, а затем на 1938-м году жизни, ставший командующим фронтом, представленный к 23 февраля 1945 года к званию маршала Советского Союза, вы сами понимаете. О том, что Черняховский был вполне достоин высокополководческого звания, говорят и в воспоминании его маститых боевых соратников. Маршал Аркасовский писал о нем так. Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу Черняховскому. Это был замечательный командующий, молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношения старшего начальника. И, наверное, мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг. Самый молодой командующий армией, а потом войсками 3-го Белорусского фронта Иван Данилович Черняховский достиг многого. Фронт под его командованием успешно участвовал в Белорусской, Вильнюсской, Кауновской, Восточно-Прусской и других сложных операциях. И он готов был приблизить день Великой Победы, если бы не подлый вражеский снаряд. Не убеленный сединами, но настоящий военачальник, достойный самого высшего признания, мог бы стать и в 38 маршалом. Но военная судьба сыграла свою роль. 18 февраля 1945 года он погиб и был похоронен в Вильнюсе. После гибели Черняховского на должность командующей 3-м Белорусским фронтом был назначен маршал Василевский. Об Иване Даниловиче он писал так. Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания позволяли Черняховскому отлично управлять войсками, входившими в состав его фронта, решать сложнейшие задачи, которые ставило перед ним Верховное Главнокомандование. Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего, прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за твердость и настойчивость при проведении в жизни решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность, за требовательность к себе и подчиненным. Да, он был строг и требователен, но никогда не позволял себя унижать достоинство человека. В 1950 году в Вильнюсе был открыт память генералу Черняховскому. Его авторами были скульптор Томский и архитектор Голубовский. Бронзовая фигура полководца была установлена на прямоугольном постаменте, на передней стороне которого была надпись «По-Литовски Черняховскому от литовского народа». А когда наши республики советские разъехались по национальным квартирам, для Вильнюса, для Литвы он стал, простите, оккупантом. И, конечно, воронежцы не смогли оставить этот случай на волю судьбы. Мэр города послал начальника управления культуры города Воронежа Ивана Чухнова в Литву. Там был решен вопрос о перезахоронении Ивана Даниловича, а памятник его в полный рост был перевезен в Воронеж, и он в настоящее время украшает нашу привокзальную площадь, носящую его имя. И теперь, стоя на площади своего имени, дважды герой Советского Союза генерал армии Черняховский провожает и встречает поезда, приходящие в столицу Черноземья. В нашем городе он обрел новую родину. В заключение мы приведем строки воспоминаний еще одного боевого офицера, капитана Цирлевской, о своем командующем. Генерал Черняховский был требователен и к солдатам, и к себе. В бою он любил строгую дисциплину. Всегда он был подтянут. Даже во внешнем его образе была видна дисциплинированность. Своим видом генерал Черняховский – это красивый русский богатырь, в котором чувствовалась не только физическая сила, но и большая волевая сила полководца. Таким красивым русским богатырем в бронзе для наших земляков Иван Данилович остается и поныне. Только надпись на граних постамента памятника не на литовском, а на русском. Генералу армии Черняховскому от воронежцев. 29 июня 2016 года Ивану Даниловичу Черняховскому исполнилось 110 лет. Вечная память нашему герою. Субтитры создавал DimaTorzok